Сегодня мы наконец-то поговорим про историю и вообще кто такая Дракайна в Shadow Fight 2, я даже ее называю женой моей в Shadow Fight 2. Были очень веселые моменты связаны, когда мы стримили, было много народу, а теперь давайте поговорим про историю и вообще кто такая Дракайна. Хочешь приобрести игровую валюту по низким ценам? Тогда тебе на наш сайт. Здесь ты сможешь приобрести игровую валюту по таким мобильным играм как Stand Off 2, Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars, Pub Mobile, Free Fire. Также ты можешь купить крутые аккаунты по этим играм, обязательно заходи по ссылке в описании и забери свой топовый аккаунт. Дракайна является девятым вечным и вторым боссом, встреченным в подземном мире в третьем ярусе. Одна из трех начальниц третьего этажа вместе с Карстром и Тенебрисом. У Дракайны есть щит из 11213 очков, который должен быть уничтожен за 7 минут шестью игроками, прежде чем они смогут закончить. Игроки должны добраться до девятого дана, прежде чем они смогут бросить вызов ей. Дракайна владеет парой огромных угрожающих плюковых мечей в качестве своего оружия и типа метательных оружий в виде топора. Которые она способна бросить сразу три. Эти три аппарата движутся в разных направлениях и от них невозможно вернуться на определенном расстоянии. Драки с ней носят случайный характер, то есть в каждом раунде у вас будут различные дополнительные сложности, дополнительные плюшки, так сказать. Допустим какой-нибудь горячий пол, либо вы можете не видеть свое здоровье, ну и в том духе. Игроки могут получить ключи, чтобы бороться с ней победив карцера, ну или могут потратить верифицированные кристаллы в игре и соответственно купить к ней ключ за 100 кристаллов. В бою Дракайна очень агрессивна, она является смертельным противником, у которого есть опасные атаки, которые могут легко отнять здоровье противника. Дракайны не восприимчивы к оглушающим чарам, возможные случайные правила это скрытая панель здоровья, как я уже говорил ранее, горячая земля 12 секунд, hot ground, перевернутое движение, нет блоков у вас, ваше здоровье восстанавливается. Также у Дракайны есть интересные чары или перк, называется эта штука военный шторм, ну по крайней мере я так это называю, я думаю вы с этим тоже согласитесь. Дракайна испускает огненный порыв красного торнадо вокруг нее, затем левитирует и телекинетически вращает свои мечи горизонтально вокруг нее. Затем она бросает вперед на высокой скорости, вращаясь горизонтально с торнадо, кружащимся вокруг нее. Игрок получит 45 урона, если они вступят в контакт с летающими мечами. Сама Дракайна станет невосприимчивой к атакам ближнего боя, когда находится внутри торнадо. Игроки могут прервать его, бросив любое оружие дальнего боя, используя магию или заряд тьмы, пока она вращает торнадо вокруг нее или не могут избежать его, держась подальше от торнадо. Также у Дракайны есть скала, критические удары не могут сбить Дракайну с ног, кровотечение, вероятность того, что игрок начнет терять 6% здоровья в течение 5 секунд после попадания ею мечом. Также еще есть перегрев, каждый дальний удар или магический удар имеет шанс, но следующий удар нанесет вам 200 урона. Битана Дракайна наградит игроков ключом для борьбы с Тенебрисом и различными суммами зарядов тьмы, эликсиров и ключей. Игроки в первую очередь получают большие заряды тьмы в качестве дополнительного вознаграждения, это зависит от места, которое ты занял. По слухам, говорят, что как раз таки в битве против Дракайны присутствует оружие из Shadow Fight 3. Это довольно интересная и странная вообще вещь, потому что я честно говоря не знаю какие есть, ну вообще в принципе все оружия в Shadow Fight 3. Ребят, если вы хотите, чтобы мы сделали ролики также еще и по Shadow Fight 3 относительно каких-либо боссов, персонажей интересных в Shadow Fight 3, то ребят, обязательно напишите в комментариях об этом. Поставьте лайк этому ролику и мы обязательно это сделаем. Между прочим, Дракайна и Фатум это единственные женщины-боссы в подземном мире. Если выбирать, допустим, из этих, так сказать, женских персонажей-боссов в подземном мире, то я конечно же выбираю Дракайну. Потому что, ну блин, реально было клево и весело, когда мы делали стримы по битве с Дракайной. Это было круто, было достаточно много народу и в принципе Дракайна мне понравилась, наверное, больше тем, что я больше ждал битвы с ней, чем, например, с Фатумом. С Фатумом это уже достаточно давно все было, я честно говоря уже не помню. А вот Дракайна, хоть это уже на самом деле было давно, учитывая, что записываю ролики 29 сентября, а дрался с ней примерно полгода назад, может быть даже месяцев 7 назад. Тем не менее, какие-то еще приятные воспоминания остаются о ней. С вами был Максим Шубин, канал это реально интересно, обязательно, ребята, оформите подписку на мой канал. Я знаю, что многие смотрят мои ролики без подписки, ребят, пожалуйста, оформите подписку на мой канал, чтобы быть в курсе новых роликов, чтобы смотреть новые ролики. Не только по Shadow Fighters, может быть, вот допустим, какие-нибудь персонажи интересные вам у вас есть и вы хотите, чтобы я о них тоже рассказал, поведал некую тайну их историй. И вообще, кто они такие? Напишите об этом в комментариях, какой персонаж, какая игра, в общем, все сделаем по красоте. Обязательно подписывайтесь на другие мои каналы, все ссылки, ребят, есть в описании на мою страничку ВКонтакте, на мой Инстаграм, в нашу группу ВКонтакте обязательно вступайте. С вами был Макс Шубин, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok